здравствуйте мальчики и девочки студенты и студентки геометрическая оптика ну а то она и геометрическая чтобы начать ее как бы изучать с геометрии вот тот ряд задач которые я вам предлагаю решить они мало связаны честно говоря с оптикой кроме того что есть какой-то источник света до который распространяет лучи которые либо проходят через какое-нибудь окно допустим собирается в линзе и отражается от зеркал но те задачи которые мы будем решать с вами сейчас они намного проще вот круг это миска обыкновенная раз вот я ничего не вижу кроме вот на этой миске вот если сейчас вот с этой стороны направить пучок света тогда мы на экране то есть вот на этой доске будем видеть вот такую вот окружность вот и все поэтому первая задачка вот какая имеется точечный источник света точечный источник света который обозначает таким вот образом и на его пути стоит вот такая вот штуковина круг непрозрачный а здесь находится экран вот здесь находится экран вот это у нас экран а а это у нас непрозрачный круг но обычно когда решаются задачи такого рода вот этот источник всегда находится вот таким вот образом то есть вот все здесь симметрично все посередине вот и что нужно сделать раз это у нас круг значит у него имеется естественно диаметр но здесь вот я диаметр нарисовал по идее должен вот здесь вот и на экране такое пятно круглое получится вот диаметр 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 круглое 0 15 метров ну давайте обозначим вот отсюда сюда пусть это будет у нас д вот это вот расстояние д значит 15 сантиметров я так и записал 15 сантиметров вот это вот д но что известно что расстояние от источник расстояние от источника до этого непрозрачного круга в два раза меньше того расстояния от источника до экрана понятно да то есть очень просто вот это у нас пусть будет расстояние от источника до экрана а это тогда у нас будет половинка ну и здесь будет половинка вот все а теперь что должны посмотреть и у нас этот круг вы все это отсюда беру какой-нибудь лучик от источника который будет проходить вот через эту так сказать конец здесь точно также проходит все поскольку я сказал что все это у нас как говорится симметрично мы с вами можем сделать следующее тут имеется разные так сказать варианты но самый простой из них это подобие треугольников понятно что вот этот вот здоровенный треугольник будет подобен вот этому маленькому треугольнику вот этот вот маленький треугольник ну а дальше уже все нам нужно найти д большое тогда мы что можем записать для большого так относится д маленькому как вот это вот расстояние а это расстояние у нас и вот это вот расстояние вот к этому расстоянию вот к этому расстоянию а это у нас l деленное на 2 . улетает вверх l сократили и мы видим что d которые мы ищем в два раза больше вот то есть получили 30 сантиметров вот и все вся задача так сказать перед нами можно метр перевести поделив на 100 получаем 0,3 метра вот такой вот диаметр этой самой тени пятно такое будет кругло вот все так решается эта задача давайте будем смотреть как будет решаться следующая задача вот в едином государственном экзамене главное понять так сказать основной принцип решения задач а дальше уже могут быть различного рода вариаций и я вам сейчас попробую это показать перейдя к следующей задачи это вторая задача обратите внимание для того чтобы решить вторую задачу я оставляю абсолютно тот же самый рисунок а задачка такая вот тень она в пять раз больше чем сам предмет хорошо пять раз больше давайте обозначим вот этого длину предмета через x значит это будет в 5x в 5 раз больше расстояние от предмета до источника полметра вот источник вот предмет значит вот здесь вот у нас 0,5 метра вопрос каково расстояние от предмета до экран все от предмета до экрана вот он расстояние от предмета до экрана я его обозначу и вот и все вот когда это сделал дальше уже как говорится дело техники опять что мы имеем треугольник один треугольник маленький другой подобные треугольники значит могу записать вот это вот к этому основание и вот это вот основание основание большого к основанию маленького это у нас что получается ну составляем пропорцию 5x в х это все равно что эти большой треугольник значит вот это вот все расстояние оно и плюс 0,5 и поделить на маленькое расстояние 0,5 видите да x и x сократили ну и получается 5 на 0,5 два с половиной равняется l плюс 0,5 5 на 0,5 умножил осталось l плюс 0,5 но отсюда будет следовать что вот это расстояние которое мы ищем два с половиной отнять 0,5 и получаем с вами 2 метра вот и все то есть физики как в принципе как таковой нет кроме того что точечный источник света предмет тень и так далее и тому подобное ну поэтому геометрическая оптика так и называется геометрическая оптика нужно знать некоторые вещи из геометрии давайте еще одну задачку с вами рассмотрим следующая задача потолку комнаты высотой 3 метра прикреплена небольшая светящаяся лампочка вот я вам сейчас расскажу таинство решения задач да вот не надо сразу да вот чего-то там пытаться какие-то формулы искать задачка по физике решается только тогда когда в голове формируется четкий подход к тому а вот что нужно делать для того чтобы это понять нужно нарисовать чертеж физики как правило умеют рисовать чертежи вот схематически вот смотри я нарисовал комнату вот допустим ком и вот потолок а здесь лампочка вот где эта лампочка прикреплена можно и тут прикрепить тут прикрепить ну как правило некрасиво поэтому прикрепляем лапочку середине а вот очень посередине повесить на высоте полтора метра от пола параллельно полу расположен непрозрачный квадрат со стороной 2 метра ну вот так значит высота была 3 метра вот так и запишем вот это вот у нас высота да аж она равняется 3 метра вот это высота комнаты как правило стандартная да вот теперь что сказано на высоте полтора метра ну то есть если тут 3 метра значит четко посередине расположили квадрат ну вот квадрат я его вот таким вот образом нарисую вот квадрат да вот так вот как бы вот таким вот образом мы его расположили вот у меня коробочка есть вот так вот да вот там потолок вот так вот квадрат да расположили и расстояние оно будет ровно полтора метра ну значит полтора метра это половинка от высоты я записал аж или эйч деленное на все и поскольку свет падает да вот он падает у нас вот таким вот образом да вот здесь вот мы тоже получили такой вот квадрат вот здесь как бы на полу вот получили это тень это предметы это тень здесь у нас сторона два метра все и нужно найти площадь правильно вот все понятно что и площадь здесь 4 квадратных метра то есть сейчас мы должны сосредоточиться на том чтобы найти сторону вот этого вот самого квадрата ну как мы это сделаем очень просто опять таки смотри да вот здесь вот у нас получился здесь вот такой вот ну такой вот угол да который вмещает вот это вот у нас как бы все что мы можем как бы сделать обозначим вот эту вот сторону угла через x не угла сторону вот этого квадрата который у нас получился через x а здесь у нас получается два метра вот два написал здесь два здесь два ну вот и все да опять таки что мы можем сделать подобие здесь у нас тоже эйч деленное на два правильно ну так я запишу эйч деленное на два и к вот этой стороне к двум понятно да это все равно что у нас эйч большое к иксу правильно ну и что у нас получается что икс получается равным 4 метрам вот эта вот сторона видите как все просто площадь тогда с это у нас икс квадрат 16 квадратных метров задачка решена давайте на нее тоже с вами посмотрим только что получается сейчас к потолку комнаты высота которого три метра видите вот сейчас будет три метра прикреплена люминесцентная лампа двиной два метра хорошо два метра здесь можно пока убрать видите два метра люминесцентная лампа прикреплена на высоте полтора метра от пола вот полтора метра от пола ровно на половинке параллельно ему расположен диск два метра а здесь то два метра а тут вот нет диск расположен что я написал на высоте так люминесцентная лампа длиной два метра да тоже непрозрачный диск двухметровый все правильно вот здесь вся 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 три метра на половинке здесь полтора тут тоже такой же будет диск расположен вот так все этого диска тоже будет два метра два метра разобрались да вот центр лампы центр диска лежат на одной вертикали вот симметрично все у нас получилось найдите максимальное расстояние между крайними точками полутени на полу а так вот предыдущей задачки мы видели что вот здесь у нас получается тень а где же у нас полутень едем отсюда от конца лампы сюда а вот у нас получилось вот это полутень 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 тень и значит здесь у нас будет полутень полутень вот полутень тень полутень полутень тень полутень вот так вот здесь вот так вот и получилось и мы должны найти расстояние между этими точками опять-таки смотрите как здесь здорово получается наш мир он симметричен он симметричен никуда не денешься есть левая рука и справа рука симметрия вот поэтому если мы сейчас посмотрим вот на этот треугольничек вот красивый треугольник у нас такой получился здесь отсюда до сюда у нас два метра это мы знаем вот этого два метра ну и с этой стороны тоже будет ему абсолютно вот этот треугольник симметричен давайте этот треугольник с вами посмотрим вот это средняя линия до этого треугольника короче говоря мы с вами можем записать пропорции вот это вот длину полутени да давайте обозначим а вот икс обозначим вот так значит что же у нас получается пропорции можно составлять абсолютно одинаковые да вот давайте значит вот это вот большая сторона большой катет этого треугольника который будет равен икс плюс 2 относится вот к этому катету а он у нас 3 это все равно что вот здесь вот маленький катет 2 относится к этому это же половинка полтора ну и что у нас получилось 6 а вот так вот 6 равняется полтора икс плюс 3 правильно но отсюда решает несложное уравнение мы получаем тройку сюда получаем 3 3 равняется полтора значит икс равняется 2 метра значит что получается вот этот икс равен 2 метра но из точки зрения 7 если мы будем рассматривать сейчас этот треугольник здесь тоже получается 2 метра короче говоря что получили полутень 2 тень 2 полутень 2 и расстояние между двумя этими точками крайними точками полутени это у нас будет не что иное как 6 метров вот если мы обозначим вот это вот расстояние буквочкой L значит L будет равняться 6 метров сумма двух полутеней с тенью и мы получили с вами 6 метров вот так решаются эти на мой взгляд незамысловатые задачи ну конечно как их решать мы естественно должны знать а чтобы их знать мы должны на мой взгляд записаться на канал который называется фэп физика это просто канал на котором любые задачи вдруг становятся простыми и понятными и доступными запишитесь на мой канал буду вам очень признателен и благодарен всего всего вам доброго до свидания до новых встреч бай-бай до свидания 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 до свид